всем привет и сейчас уже 13 видео по проекту почта и мы поговорим о совершенно необязательные вещи а конкретно о том как хранить строки так чтобы их потом можно было легко редактировать то есть давайте посмотрим на вот наши на то как у нас происходит печать то есть мы видим что у нас здесь печатается этот new message там 10 иди печатается где-то внутри message box у нас тут лог 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 это все логи да в принципе это не так страшно но вот например этот message да то есть внутри команд внутри остальных вещей у нас встречаются такие сообщения и теоретически мы хотим можем хотели локализовать их или изменить их потом и нам совершенно не хочется залазить для этого в код что мы можем сделать для этого мы можем воспользоваться механизмом ресурсов конкретно вот смотрите у нас есть папочка ресурсы кто не делал лог и логбайк с мэн не вставлял я вам скажу что вот эта папочка вы ее создали и вот тут марк директория as resources root то есть ведь у меня сейчас написано on mark вот у вас будет написано mark ресурс root и и собственно это необходимо сделать и теперь мы создадим файл ну давайте с названием strings он будет у нас в формате property файла то есть у нас например property файл нас в таком формате property 1 равно 1 2 3 2 равно бла-бла-бла и так далее это ресурсный файл property файл что мы будем хранить в этом property файла файле мы будем хранить конкретно строки которые мы показываем пользователю вот допустим давайте посмотрим айди категории from удобно их в общем-то хранить какому-нибудь такому полу иерархическом формате через трос точку через точку например смотрите например message айди равно анти месяц айди это я буду знать что я печатаю вроде как месяц да и в этот момент я печатаю его айди и это вот эту вот строчку я буду использовать для того чтобы позначить его айди смотрите как это работает значит мы не сочи иди равно айди написали теперь внутри в output принтере мы создадим файл properties у джавы есть на самом деле такой файл ну то есть вот такой класс properties и я его специализирую в конструкторе и давайте здесь же я попытаюсь читать давайте я попытаюсь сделать следующее трой интересно у меня получится да смотрите get класс get класс логер get ресурсы со стрим и здесь я напишу ну например стрим спрошу ой извиняюсь что у нас он считывает по идее считывает импут стрим до что не так ага и exception и о exception ну допустим его мы выведем в лог у нас здесь нет лога давайте мы сделаем его по тому же принципу что и везде в остальных местах и передадим сюда except хорошо что мы сделаем сделаем мы сделаем вот следующий лод и стрим сюда то есть здесь мы как мы видим опять у меня правильный ресурсов вот и собственно я это использую что я делаю я создаю пустой набор про свойств а потом говорю чтобы он из ресурсов вот отсюда достал файл стринг проп стринг стринг спроб да и начал его считывать ну как бы интерпретировал его как input стрим то есть именно как поток данных и потом воспользовались методом стринг слот который принимает импут стрим и туда с помощью под стрима в стрингс должен был считаться должна была считаться информация о том собственно что у нас лежит стринг спробс ну и давайте сделаем вот что например здесь напишем меса чайди и посмотрим что у нас напечатался давайте здесь и не айди меса чайди меса чайди меса чайчка 1 что не так я кажется забыла сделать одну важную вещь я конечно или меня здесь строчку да но я забыла сделать депротив давайте еще раз айдиов меса ч 2 то есть видим да он считал по сути вот то что вот здесь было айдиов меса ч и айдиов меса ч теперь как бы нам так организовать наше ну нашу так сказать вывод смотрим значит какие у нас есть метод во первых у нас есть print align print align у нас всегда содержит сначала кэпшен потом дата кэпшен это вот вот эта вот строчка да как правило дата у нас идет и ну какие-то данные из объекта а кэпшен у нас идет какие-то данные из ну какие-то уже строковые данные именно конкретно то что мы хотим чтобы нам напечаталась красивенько вот так что в принципе я бы сказала так чтобы здесь явный кандидат на то чтобы брать его отсюда и здесь тогда у нас не кэпшен не забываем конечно же не забываем это написать кэпшен кей так хорошо и тогда я здесь предлагаю использовать просто не сочи день здесь местность категория ну и не забудем конечно же добавить их сюда здесь я оставлю айди миссис дэйд у нас будет равен дэйд миссис фром будет равно фром миссис ту равно ту миссис адрес равно адрес адрес правда и так и того мы видим раз два три четыре пять части здесь у нас пять кого мы потеряли from to адрес дэйд айди и категория миссис 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 равна категория давайте запустим и проверим что у нас все правильно считалось ну все выглядит точно так же как и раньше давайте теперь идем дальше смотреть вот это я пока оставлю что у нас есть еще у нас есть эд ну давай те вот давайте сделаем вот что println 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 у нас используется в нескольких местах правда эти посмотрим но он новый команд это все main please enter то есть целом общем мы видим что у нас println везде используется ну тоже там тут везде можно заменить на ключ вот в принципе то есть тут наверное стоит каким-то образом добавить информацию о том что все таки мы работаем с ключами да не просто в документации тоже начали фон опутаться я предлагаю во первых println сделать вивки и println тоже сделать вивки по крайней мере теперь будет понятно что это такое да иначе ну иначе вы будете потом сами же долго значит оплавливать что же не так пошло стринц гэппортий и ки теперь давайте посмотрим пройдемся по тем что это такое у нас это у нас приглашение программа давайте программ кто у нас это волком давайте сюда программ приз юз полон коммонс давайте делаем вот так и здесь я постараю попробую использовать слэшн сейчас мы посмотрим насколько у нас это будет как сказать и работать есть вера давайте добавим теперь посмотрим кто у нас еще есть потому что здесь на самом деле не анон юзер должен был быть анон месяц я давно заметила что тут я ошиблась надеюсь вы нашли эту ошибку да это даже не анон а анализисты потому что здесь но ну в общем он не рад тому что я написала возможно я не знаю языка это вполне нормально я считаю поэтому вот просто будет так что у нас здесь у нас здесь так давайте сандер без андер сандер и теперь давайте у нас будет тут еще адрес еще у нас категория ну и тут я пожалуй напечатаю ладно пока что я здесь ничего не напечатаю нет я пока что напечатала так и regular и кто у нас еще у нас еще успешно давайте сходим туда туда где у нас разбираются информации подобного характера и вот адрес категории и здесь я просто при вот так сделаю так я пожалуй кто у нас тут вот здесь конечно самое время менять вот это но я пока что это от того чтобы это делать так так что у нас еще у нас еще вот здесь есть у нас кстати я вот заметила такую интересную вещь сейчас мы зайдем сюда вот здесь println with key на самом деле здесь довольно просто println да то есть мы понимаем да что на самом деле идея предложила мне его переименовать просто потому что он был похож по именованию на другой но вот правильнее было бы вот так вот оставили input отрезалт и через и вот здесь мы будем уже такие вот интересные вещи делать во первых мы добавим сюда так и сейчас убедена стрельбрус это я пока оставлю и вы понимаете да что в принципе вот то что название нас на самом деле несут скорее информационный характер то что вот input что-то там это например и почти там резал это результат вызова какой-то команды то есть здесь должен быть резал и здесь на самом деле надо местечки айди использовать так это немножко другое равно теоретически все это может дублироваться конечно то есть вот эти вот здесь и здесь иди извиняюсь вот здесь айди да вот это вот и вот это вот ну никто не мешает этому дублироваться остались вот такие интересные строчки на самом деле здесь можно ну нам нужно сделать вот что нам необходимо вот эту строку конвертировать в string формат да и теперь мы можем этот string формат записать непосредственно в property файл ага я ровно у места чайи да давайте я запишу эти посмотрим где у нас герр анализисты месяц и иди вот здесь по-хорошему мы могли бы сделать тоже точно такое же такое же действие да то что по сути это одно и то же и по-хорошему вот так вот написать да потому что по сути это одно и то же сообщение правильно и тогда вот здесь мы тоже будем использовать error on exist in message id что нам остается то есть мы возьмем формат по этому идентификатору правильно и вот здесь я буду пожалуй использовать опять аргументы добавлю возможность использовать аргументы правда то есть вы помните наверное уже да что это означает что у нас сколько сколько там аргументов типа object после key то есть можно прямо вот несколько писать да в вызове метода и просто java считает массивом на самом деле но отведите да у меня по идее написано здесь и object 3 точки на самом деле здесь команды то иди написала но могу вот так написать еще и это будет тоже валидно он просто в первой в аркс в первый элемент запишет где тайги в этот команды тайги во второй 845 я убираю это принтал англифти отличненько и теперь здесь я подумаю что вы вся та же самая история нам нужен нужно но ну все то же самое такое точно такое сообщение правда а вот здесь когда мы удалили когда у нас все успешно мы напишем message до лет результат результат я воспользуюсь вот таким способом чтобы получить строку для форматирования им поделит результат результат теперь смотрим по идее у нас везде где мы использовали принта ленды в киев нас уже используется теперь наше ага давайте напишем ему 5 не могу найти видите до 15 то есть посмотрите у нас был была команда римов и он вот взял по игра и она действия месяца чайди и поставил сюда иди то есть ярана действия месяца чайди вот он то есть код на 2 песочек войти 5 или вот например и деться 19 ага у меня аж появилось аж целых два сообщения интересно получается что ну это бага давайте попробуем найти ее и вот допустим а все понятно потому что вот здесь надо было ретон поставить понимаете да когда мы месочнул наш когда мы поняли что мы не нашли и динкнул сообщение с таким идентификатором мы напечатали первое сообщение код на твоих местах и потом продолжили и выполнять эту команду правда и давайте я наберу и бит и теперь я наберу снова и 19 17 все у нас одно сообщение так в общем то это все хорошо теперь давайте подумаем а если мы будем увеличивать длину вот это вот этих сообщений например мы хотим мы написать не айди у нас на китайском языке например айди вырасти там в 20 символов да а у нас вот тут принтере вот формат так сказать нашего вывода вот такой что делать естественно его также за ну отправлять в property файл и давайте использовать формат месседж 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 дата дата формат месседж дата дата и будем использовать вот это да что у нас тут получается формат месседж дата ну давайте посмотрим давайте еще раз запустим напишем лист теперь напишем на вид и поменяем это на 30 ну чтоб было видно видите да у нас все работает все отличненько 10 оставим 10 и теперь давайте сходим все то же самое где у нас еще не хватает чего-то да во первых у нас не хватает еще вот здесь вот вот дает формате теперь мы воспользуемся тем что final строки у нас можно инициализировать конструктор единственное статик да кстати к нам здесь мешает потому что статик у нас имеет отношение к самому классу а не к объекту но так как в принципе мы теперь хотим работать с property файлами да и вот этот аутпут принтер допустим берет данные из property файла а другой принтер может брать данные например с веба ну с веба откуда-то до из настроек сервера ну почему бы и нет то можно предположить что дает формат у нас теперь скорее имеет отношение к объекту нежели кого нежели класс ну да вот вот так вот крутить можно на самом деле действительно тут вопрос в том чтобы она работала правильно при этом так теперь теперь я возьму и запишу это точно тоже точно также дейт формат давайте так формат дэйт формат дэйт можно на самом деле сепаратор туда же пикнуть да кстати посмотрим у нас видите вы забыли посмотреть что слышен сработал да hello welcome to post аппликейшн я забыл то есть теперь мне здесь не нужно придала и вот здесь у нас явно напрашивается а а а а а а а простите здесь надо убрать вот это а формат а 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 х парамс да ну собственно ну здесь еще конечно но это такие красивости ну конечно вообще нет смысла особого выносить подобные вещи с одной стороны но с другой стороны может быть даже есть все таки так это зависит на самом деле от многих вещей мы теперь видим значит printlm лог я не думаю что для логов есть смысл выносить что-то в property файлы это уже знаете системный системный администратор сам разберется что же он хотел что у нас хотят чтобы мы видели так ну вернее что что у нам программа сказала то есть мы видим проверяем на всякий случай что нас не осталось денег каких таких интересных выводов пользователя с обычными словами лог 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 и здесь везде мог но это у нас наш файл под бизнес logic так ага вот мы забыли еще про вот такой метод давайте посмотрим и на самом деле у нас то же самое что и где просьбе кей-аркс-принт-эф print with key нет вот здесь у нас не нужен print тут у нас string действительно это мы точно знаем ага мы забыли еще ньюзерпромт ввести так где у нас используется это у нас используется я предлагаю вот заменить это inline чтоб не мешался print line with key print help print help так теперь давайте сходим снова в юзерком он простите консоль input reader и вот здесь заменю это все на формат ну а потом потихонечку на видит сандер ну и кто у нас еще у нас ресивер еще есть правильно все время с этим так адрес адрес и здесь есть у нас категория так теперь и в принципе в принципе здесь уже такой вот рефакторинг адрес категория давайте теперь проверим что все кроме халпа в этом смысле работает хорошо кстати халп видите у меня поехал почему-то но мы сейчас выясним почему так лист показывает хорошо это катя эти питер ну ладно питер так питер стрит 7 анон категории приз enter категория небольшая ошибочка да вы здесь не должно быть анон категория а мы здесь немножко знаете в чем ошиблись сейчас если я ввиду обракадавру не вернется ну почему почему мне вернулся ну потому что вот здесь вот есть это гера категория да и мы забыли про то что здесь вот так давайте я сделаю так запущу заново эдн эдн патя петя стрит вот 9 анон категория то есть видите теперь у меня все показалось нормально ферст 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 категория ага ферст класс потому что ага здесь все хорошо показали угу 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 эдит 4 сэндер катя и ага что-то пошло не так знаете в чем что пошло не так а конкретно пошло не так следующее я здесь забыла добавить ресивера здесь адрес здесь категория давайте запустим снова вот почему кстати проверять все надо да то есть вы понимаете да вроде все где мои можно было ошибиться давайте я сохраню чтобы потом не изводить заново это все дело в том что я хочу сохранить вот это и теперь я пожалуй пожалуй дилет 3 дилет восемнадцать сделаю одно ага риму восемнадцать эдит восемнадцать эдит восемнадцать ага теперь я сделаю процент пола место чего сам отлично и зачем я сохраняла сейчас мы посмотрим то есть здесь все исчезло поэтому я здесь наберу эдит и все то есть проверяем да что у нас все теперь в порядке ну просто чтобы снова не вводить ничего что осталось во первых у меня поехала почему то все что связано с help посмотрим почему стринг формат здесь явно нужно было здесь явно нужно было использовать следующее стрингс getproperty стрингс getproperty да давайте допустим еще раз о все снова нормально да лист есть хорошо осталось последнее осталось самое нудное если честно так давайте перечислять команд и агредит remove да da commons 各 раз 1 Так, теперь мы сходим сюда. И теперь не просто параметр getName сделаем здесь, а стримикс get property.comance.com плюс параметр getName. Так, давайте заново запустим. Ну и в целом и в общем достаточно, скажем так, вот непонятно откуда взялись эти нулы, правда? Но, по крайней мере... А, все понятно, потому что мне нужно было вот отсюда взять, правда? Мне нужно было здесь, а здесь мне нужно было... commons plus command getParameter getName plus точка. Вы можете поэксперементировать, что это имелось в виду. Вообще я имела в виду вот это. Все-таки edit и remove. ID равно ID. Видите, да? Здесь уже все хорошо. Плохо в одном месте, видимо. это все. Какие-то... Какие-то промерки... Да, full name. А full name у нас здесь опять здесь где-то было. Вот так. Да. Давайте. Давайте я сделаю так. Параметр key. Здесь у нас кто? И здесь у нас тоже будет параметр key. Key. Я думаю, что здесь отличный кандидат на то, чтобы вынести. параметр key. Дело в том, что мы используем уже несколько раз его. И, наверное, есть смысл заменить его на вот такое. Здесь у нас. И запускаем еще раз. Все равно здесь node identifier, да? Так. Интересно. Интересно. Command. GetName. Параметр. GetName. Что ж пошло не так. Здесь ID берется правильно? Правильно. Format helpparams. Угу. Format help commandparams. Интересно. Интересно. Интересный вопрос, конечно. Ну, то есть вот здесь уже, вот здесь вот конкретно, вот здесь у нас почему-то возвращается ну. Ну. Хотя, на самом деле, мы и здесь берем. Ну. Ага. Потому что, видите, вот такие ошибки, связанные с невнимательностью, это частое явление. GetParameter name. Вот так вот это должно быть. Вот. Теперь все хорошо. Теперь осталось вот эти вот строчки вынести. этого, да. Собственно. GetParameter name. Угу. И у нас здесь, конечно, кандидат на то, что это getDescriptionKey. Это что у нас в DescriptionKey теперь. Окей. Здесь у нас nameKey. Давайте посмотрим, что у нас теперь. Здесь еще тоже nameKey. И здесь у нас descriptionKey. Это чтобы мы не запутались в перспективе. Правда? И теперь у нас опять идет strings getPropertyKey. Так. Так. Вот вообще вот это string getProperty у нас встречается очень часто, поэтому я предлагаю... Нет. Я предлагаю это сделать вот так. Сейчас, секундочку. Ну, допустим... Я сейчас просто сделаю такой вход к нему. Я вынесу вот это вот в переменную. Это просто так, чтобы идея поняла, что это должен быть параметр. Угу. Теперь, понимаете, да, у нас string properties поисчезало, осталось string wiki. И как-то легче, чтобы стало. Теперь давайте здесь у нас command. А здесь уже нам, смотрите, мы можем теперь сделать вот что-то. Очень интересно увидеть. Commons descriptions add. Смотрите как. Нам уже больше не нужен description здесь хранить. Вот, кстати, один из бонусов, да. Нам же теперь не нужен этот description здесь. Почему? Потому что мы можем взять его по ключу здесь прям, да. И точно так же нам не нужен description key для параметра. А что это означает? Что здесь мы можем хранить просто string, а не параметр. Правда? Сейчас вы увидите почему. Давайте сходим сюда. Потому что на самом деле, вот у нас get параметр name, да. Мы здесь можем взять get command description name. и соответственно нам нужен get command description name. . Правда? Интересно, да? get command description name. Здесь, соответственно, нам уже не нужен как влогичный класс. У меня внутренний get параметр. Get параметр name здесь точка значит так. Ну, то есть вы видите, да, откуда рождаются все эти вещи, которые, ну, весь этот рефакторинг, да. То есть вы смотрите, и вдруг вы поймаете, что вам совершенно нет необходимости хранить какие-то данные после того, как вы сделали какие-то изменения. например, я ввела strings prop, и мне больше не нужно хранить какие-то дополнительные данные. данные. И смотрите, что я теперь делаю сейчас еще раз. и все это делаем. Давайте я вот это вынесу, чтобы оно не маячило здесь. Давайте я вот это вынесу, чтобы оно не маячило здесь. вот это да с ним понятно все правда получается здесь больше не надо а вот например у нас едет едет у нас у него есть description эдит присыпает месяц а что делать с параметром нужно на параметр что нам делать с этой строкой месячной типа как вы думаете на самом деле все совсем просто судя по тому какую иерархию мы сделали видите да то есть все нам нам не нужна информация такую хранить нам все эти строки не нужны поэтому у нас теперь еще есть для римов до римов и римов айди римов посыпает месяц тут тоже месяц идентифор лист есть вы уже видите да какой бонус у нас получается за счет наличия этого файла дополнительно так вроде бы похоже на то что я все принесла только увидите я убрала параметр вот теперь все видите как все аккуратненько уже значительно более аккуратненько чем было давайте запустим ох локбэк что-то локбэк не смог найти как интересно что же произошло видимо произошли какие-то какой-то exception пробежал давайте подумаем common description common name common description common . параметр common . . параметр ага давайте вот так кстати заметьте да что у меня по сути произошла ошибка здесь но exception выпал здесь да и давайте посмотрим кстати что нибудь влоги у нас тут есть интересненького да нету в чем-то а вот да у нас где-то здесь произошла ошибка и мы закончили нашу работу так у нас почему-то ну напечатался под конкретно вот здесь формат help command full name и string by key ага здесь тоже должен быть string by name string by key давайте сходим сюда давайте теперь одебажим ой 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 ну что же я сделала он закончил работу свою а нет мы не закончили так давайте почему у нас равен full name 0 чем проблема давайте запустим еще раз ipper г Congratulations full name у нас опять incho and name key like and t ммм давайте давайте создать воспользуемся такими вот штуками get common name add как тут все интересно получилось да видите это я запуталась и кое-где тут надо было в большинстве случаев вот у меня все эти уже вызывались все эти методы уже вызывает стримбайки соответственно мне они нужны только вот для этих штук только для формата команд по раму о но логер почему-то сломался интересно но он действительно сломался он уже оказывается довольно интересно 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 дебаг атрибут not интересно ну ладно я разберусь и пофиксу это потому что вообще говоря такие ошибки но не сказать что сильно просто фиксить что-то сломалось а что ну не очень понятно то что вот он говорит файл дит но он не может найти такого пендера странно может быть где-то что-то сломалось конечно в тот момент когда не должно бы интересно по давайте посмотрим еще сюда давайте так сделаем ага то есть что-то действительно пошло не так у логгера give home и undefined интересно да такие вещи у нас появляются интересные эти еще раз эти бывают и такое дефхоум из undefined логбэк xml вот он точка локс что-то ему не нравится в этой точке локс ведь он горит дефхоум из undefined на самом деле это точка локс давайте вот сделаем так может быть так полегчает нет а жаль потому что бывает что от этого становится легче да в холл точка локс ладно я попытаюсь так сказать разобраться с этим и может быть даже что-нибудь поэтому напишу вот но это больше похоже знаете на ошибку может быть связано с идеей что-нибудь идея что-нибудь не так делает такое вот а тем временем мы на самом деле качество закончили единственное смотрите в принципе все эти вот команды они на самом деле не ответственно опять же они не должны хранятся вот в аутпут принтере он должен принимать эти юзер команд лайн команд и печатать но мы не находим где у нас теперь программ был км принт хелп у нас здесь а еще наверно у нас в юзер консоль input reader нет а у нас у еще он у нас в хелп команде я бы предложила все эти команды засунуть сюда и создать такой метод а вот а а а а здесь сделать так здесь удалить все вот это ну и конечно же сделать вот так ну потому что он больше всего знает о доступных командах это вот вот этот вот товарищ юзер консоль input reader потому что на самом деле даже если у нас команд здесь больше разбирает их он поэтому он знает о том какие команды у нас действительно есть и собственно вот так давайте запустим еще раз ну да все работает в общем то но не считая логера конечно вот с лагером я разберусь опять же вот ну и что будет следующим пунктом следующим пунктом мы еще немного позаним позанимаемся рефакторингом связанным с тем что у нас в коде естественно остались какие-то неточности и прочие штуки ну и видимо научимся какой-то момент научимся писать документацию к нашему коду вот на этом собственно видео заканчивается всем удачи спасибо надеюсь вам стало понятно как пользоваться property файлами которое например пример нем